В детском саду «Морячок» прошел финал муниципального конкурса «Моя родословная». Дети вместе с родителями рассказали историю своего рода и познакомились с традициями семей, жюри и гостей мероприятия. Семья – непереходящая ценность в жизни каждого человека. Сохранение семейных традиций, а также знание истории своих предков – это не только наша обязанность, но и ответственность перед будущим поколением. С детства необходимо воспитывать у детей любовь к своей семье и близким, а также показывать на примере, насколько важно иметь любящую, заботливую и крепкую семью. Именно для этого и проводится конкурс «Моя родословная», который не только является традиционным, но и по праву считается поисково-исследовательской работой для дошкольников. Он проводится на территории нашего городского округа восьмой раз. Это моя мама, ее зовут Лешкова Татьяна Анатольевна. Она работает учителем начальных классов. Мама и папа встретились, полюбили друг друга и поженились. Основными целями конкурса стали пропаганда семьи, как ячейки общества, традиции, которые сложились в семьях, преемственность поколений. Примечательно, что такое мероприятие – это не только возможность рассказать о своей семье. Дети в процессе подготовки сами узнают немало новой интересной информации. Родители рассказывают детям об их бабушках и прабабушках, дедушках и прадедушках, об их судьбах и жизненных испытаниях. Ну что, сейчас я тебе все расскажу. Вот это я в пять лет танцую со своим первым партнером, которого звали Саша. Это полонез, я до сих пор помню, тут мне уже 62 номера. Члены жюри признались, оценивать выступление конкурсантов было непросто. Каждая семья ответственно подошла к выполнению своего проекта. Семья Гугушвили, к примеру, не только рассказала об истории своего рода, они также продемонстрировали зрителям танцевальный номер. Семья Гугушвили, к примеру. По мнению жюри, все участники муниципального конкурса «Моя родословная» основательно подготовились и проявили творческий подход. Победителей выявить было совсем непросто, но, как известно, в каждом конкурсе есть свои победители и участники. Возглавила тройку лидеров семья Приписновых. На втором месте семья Хабибулиных. На третьем семья – Ахроровых. Поздравляем каждую семью, которая нашла возможность и энергию для включения в конкурсную деятельность. Желаем всем участникам дальнейших успехов в исследовании истории своих семей.